привет бро меня зовут пози и добро пожаловать в страшные истории жизни от подписчиков сегодня я почитаю ваши истории которые вы присылали в мою группу вконтакте ссылка будет в описании это самая бесполезная реклама которую ты когда-либо видел ну а сейчас мы переходим к историям жил я жил и узнал при youtube а там пози со своими хоррорами и майнкрафтом такими хоррор о чем ты я особо не играю в хоррор только потому что это действительно стрёмно да и вообще это не страшная история это же не q & day один раз я проснулся за две секунды до будильника в понедельник еще хуже когда просыпаешься за пять минут до будильника представь что ты проснулся и тебе не хватило буквально пяти минут до спать пять минут и ты уже проснулся все это это конец жизни я помню когда шел домой и за мной какой-то дядька бежал скорее всего он просто опаздывал на свой автобус или на свой поезд или может быть он бежал просто к подъезду потому что его приспичило кто знает кто знает был однажды такой день когда я пошел к бабушке вечером и увидел уведомление что у позе вышло новое видео чуть не умер кукс то что а представь какого мне когда уведомления не приходят подписчикам еще более жесткий хоррор на какое странное слово хоррор хомня да да будем гореть страшилка так будет намного легче вот был я в лагере наступила ночь не рассказывали страшилки что прости и вдруг смотрю в окно а там какая-то женщина без головы потом смотрю а это зеленые полотенца а так испугался что чуть не подошел к этому окну запятые полотенце вот это настоящий хоррор да ёма страшилка хотел сказать настоящая страшилка я всю жизнь каждый день вижу призраков это ужасно каждый день слышу утром что меня кто-то зовет хотя рядом никого нет все спят испугал нет это был неожиданный скример вот это была жуткая история таких бы побольше сидела я дома и на лестничной площадке кто-то стучал я вышла а там стоял пацан с топором чуть не наложила в штаны оказалось что это мужик который чинил провода гаечным ключом однажды я сидел дома вдруг кто-то постучал в мою дверь я смотрю в глазок а там все темно и я такой кто там давай уходи иначе я тебе сейчас задницу надеру открывая дверь и мужик чуть не упал с лестницы он действительно чинил провода жиза как-то раз я каталась на спине бомжа спит себе милый бомжик и бац ему прыгают на спину и говорят вези и меня бомж вези у меня комп крашнулся а лифт ломался а я живу на восьмом этаже бежал по улице и тут неожиданно я забыл ключи дома несколько раз перла чупа-чупсов в детстве а после второго класса мы сперли шоколадку лолки окчебурек так это же не страшно истории где где страх где под где ужасы где маньяки где бабушки-призраки бабушки-призраки я один раз пошел в баню после фильма она после фильма она лучше вообще никуда не ходить это так сразу совет и хоп начали падать дрова поднялся ветер я обкекался и побежал в дом и там выходит батя в маске пеннивайза я заорал и прикрылся полотенцем но потом все разъяснилось собака лазила по дровам вы разъяснили то что собака лазит по дровам а твой батя стоял в маске пеннивайза я все понял моя вторая страшная история смотрю короче пути она компе синий экран смерти как-то банальненько можно было что-нибудь новенькое сделать я ходил на улице и вдруг за мной идет бомж мне стало страшно я увидел у него нож я начал еще бояться и вдруг баим я начинаю бегать это была ночь и я обосрался в прямом смысле короче я продолжаю я начал бегать как 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 он странно пишет пошел назад и с другой стороны и вдруг я сталкиваюсь с ним тебе бы столкнуться с грамматикой дружище мы были так близки 5 сантиметров короче я ему отдал 5 динара это два с половиной доллара точнее не дал а бросил убежал со скоростью света тут наверное вы ждете моих комментариев но да я короче сижу такой в классе на русском языке и слышу телефон трещит все услышали свалили на меня у меня сердце выпрыгнуло как страшно как страшно у я прихожу домой говорю это родителям а на следующий день оказалось что это был не мой телефон но мне кажется чуваку у которого ты украл телефон было действительно страшно представь когда он пришел домой и что ему сделала его мамка скалка батя собака двор балкон пылесос не пылесос здесь не в тему но неделю без еды это точно когда-то я была одна дома с моим псом я играла вдруг услышала как кто-то крутится на кресле в комнате пёс залаял и я чуть не обосралась давайте я вам расскажу поистине страшную историю когда я отдыхал в таиланде ко мне залезла обезьяна и украла мои деньги шо и это действительно не выдуманная история она просто взяла и вытащила мои деньги что за фигня обезьяны я к вам обращаюсь вы чё так беспределить и ох уж эти маленькие мартышки не могу я на них обижаться ну что ж бра на этом этот ролик подходит концу надеюсь я понравился этот ролик если это так то обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал если ты еще не подписан увидимся с тобой в страшных видео и оставайся таким же крутым и веселым а ДИО